Иакова Итак, Иаков бежит от своего брата, с которым, как кажется тогда, окончательно поссорился, а бежит настолько устал, что ложится на камень, 11 стих, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в Тебе и всеми Твоем все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. Кстати говоря, в связи с этим вспомните, пожалуйста, о том, как тяжело было Якову и потом уже его женам, когда они не рожали. Вы вспомните о том, как они соревновались и за милость Якова, и за, в некотором смысле, Божие благословение, потому что потомство было обещано. И вот когда Яков слышит о снах Иосифа, 37 глава книги Ботея, иногда говорят, ну вот, Яков как-то должен был бы Иосифа упрекнуть за такие сновидения, как-то такое может, как бы посуровее как-то мог сказать, чем он сказал на самом деле. Потому что, если взять 37 главу, то отец реагирует достаточно мягко. В 11 стих, братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Заметил это слово. Как вы думаете, почему он заметил? Потому что у него опыт был. А еще потому, что в свое время у праотца Авраама опыт был. Который тоже в сновидении получил слово от Господа. Для братьев Иосифа то, что происходит, совершенно непонятно. Кажется, что у них опыта такого общения с Богом не было. Ну, по большому счету, вообще вопрос, насколько у них был опыт общения с Богом. Пока, особенно, такого опыта не видно. У Исава был. Извините, у Иакова был. У Иосифа был. И 13 стих. «И сказал я Исара Израиле Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, вот я. Израиль сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли, братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ. Итак, он идет к братьям. Еще раз повторюсь, отношения с братьями не складываются. Опять-таки, здесь нас лучше всего поймет человек, который живет дома, и у него тяжелые отношения с братьями. Иногда говорят, ну вот, Иосиф попал в темницу в Египте. Ну, в Египте-то в Египте, конечно. Но в каком-то смысле и жизнь дома могла быть в жизни непростой. А дальше начинается общение с братьями. Он находит братьев, причем, видите, какая разобщенность. Они пасут в одном месте, он оказывается дома, он идет к ним. И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. А теперь внимание. Когда, до этого, в какой момент до этого шла речь о братоубийстве в Библии? Ну, куда Авель касят. Конечно. Конечно, Каин и Авель. Из-за чего? Из зависти. Жертву принял у Авеля, жертву Каина не принял. Каин завидует Авелю. Братоубийство. Из зависти. Из-за чего замышляют братья Иосифа? То же самое. Совершенно верно. То же самое. Из-за чего соревновались жены Якова? Та же самая зависть. Та же самая зависть. Начинает уже что-то такое выстраиваться. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Причем, наверное, с таким уничижительным таким тоном. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. А в общем-то у них было у кого поучиться. Потому что плутоватостью Яков тоже в свое время отличался. Хотя и не настолько. И услышал сие Рувим, помните, первый, старший. И избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал Рувим, не проливайте крови. Бросьте его в ров, который в пустыне. А руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Пока самый благородный из братьев. Значит, Рувим оказался благородным. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Помните, я обращаю ваше внимание на одежду. Они его разоблачают. Одежду разноцветную, повторяется это, которая была на нем. И взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. А теперь, внимание, эпизод, который, в общем-то, кое-что говорит о братьях. Девушки не особенно его заметили. И сели они есть хлеб. Слушайте, вот каким надо быть, чтобы бросить брата в ров, предполагая, что, наверное, ноги он там может переломать, а после этого сесть кушать хлеб. Вот если это не характеристика братьев, то я не знаю, что это такое. А потом, в Новом Завете, это уже повторится в ситуации с Иисусом Христом, когда, допустим, воины, ну то римские воины, будут делить его одежды. Происходит трагедия, они делят одежды. Сели есть хлеб. И увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян. И верблюды их несут с тираксу, бальзамы, ладан. Идут они отвезти это в Египет. Значит, вот торговцы, купцы везут свой товар. Теперь среди братьев находится бизнесмен. Имя ему? Иуда. Сказал ему братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Подождите, ну вроде бы уже решили не убивать. Но значит, где-то это еще подсознательно вертится эта мысль. Что польза, если убьем? Ну как бы, вот в смысле, какая выгода? Пойдем, продадим его измаильтянам в рабство, а руки наши да не будут на нем. Ибо он брат наш, плоть наша. Как вам такое высказывание? Благое начинание. Вообще благое начинание. Ну и денежку заработать. Помните, я вчера обращал ваше внимание на то, как иудеи часто поступали с законом. Иудеи, потомки Иуды, потом как поступали с законом. Они стремились делать так, чтобы закон вроде бы теоретически исполнить. Вот крови на руках нет, да и привыкли свои остаться. Значит, брат наш, кровь наша, пойдем продадим его. Великолепные слова, опять-таки показывающие глубину нравственного падения Иуды уже на этот момент. И послушали, значит, у него был какой-то авторитет, достаточно серьезный авторитет. Смотрите дальше. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва. Значит, сначала предполагалось убить. Потом Рубин говорит, не надо бросить в ров, ну а потом можно оттуда извлечь, достать, отцу вернуть. Но мысль убить еще бродит в воздухе. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этот момент братья спасают Иосифа. Они хотели во зло, Бог потом это обратит. Выдобро. Они спасают Иосифа, они вытаскивают его изо рва. Но для того, чтобы продать. И продали Иосифа измельтянам за 20 серебряников. Конкретная цена брата. Вот как после этого воспринимаются слова Иуды про братолюбие? То есть мы любим брата на 20 серебряников, что ли? А они отвели Иосифа в Египет. Теперь Рубим. Очевидно, что Рубима не было у рва в момент принятия решения. Помните, что именно Рубим дал идею рва? Рубим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет. А я, куда я денусь? И взяли одежду Иосифа и так далее. Значит, смотрите. Получается, что в тот момент, когда они ели хлеб, Рубим куда-то отходит, исчезает. Причем исчезает надолго. Следующая беседа уже без его участия. Главным оказывается Иуда. Решается все, как хочет Иуда. Рубим возвращается. Вот он раздирает одежды. И он как раз осознает свою ответственность. Отрока нет, а я, куда я денусь? Почему он отвечает? Потому что он должен отвечать. По старшему что-то будет. Он старший, конечно. Он старший. Он единственный, кто хоть как-то вспомнил об отце. Иуда не вспомнил об отце здесь никак. Потом сопоставите вы это со словами Иуда несколькими главами спустя. Увидите, насколько изменился Иуда. Дальше они врут. Они совершают злодеяние и пытаются покрыть одно зло другим. Они пытаются покрыть свое злодеяние, свою ложью. Запачкают одежду и говорят. Гляди, не сын или твоего это одежда? Сын или твоего одежда или нет? Он узнал его. Он ее сказал. Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верный, растерзан. Теперь обратите, пожалуйста, внимание еще на одно тонкое здесь. Кто сказал о том, что хищный зверь съел Иосифа? Кто первым это озвучил? Кто первым озвучил идею о том, что Иосиф погиб в результате несчастного случая? Это вот в этих же стихах. Мы это нашли. И так, а предположение о хищном звере высказывает отец, не они. Понимаете? Если бы здесь было сказано так, они пришли к отцу и сказали. Нет. Они пытаются поступить так, как потом будут поступать нечестивые законники. Вот это так случилось. И мы ни при чем. Мы это нашли. Причем, вспомните, что отец посылал сына, посылал Иосифа к братьям. Потом, и он не знает, что происходит. После этого присылают одежду. Братья говорят, мы это нашли. Не его ли это одежда? Они не соврали. Нет, они сделали более пакостную вещь, но они не соврали. Вот вам картинка братьев. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com И, как и Рувим, Яков раздирает свою одежду. И оплакивал сына своего многие дни, в отличие, правда, от Рувима. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Вы можете себе представить братьев Иосифа, утешающих Якова. Это еще одна удивительнейшая вещь, удивительнейший момент в этом рассказе. А как они могли утешать, если они сами виновны в этом преступлении? От Якова избавились, но отделяется от братьев еще один из них, тот самый Иуда, бизнесмен. Отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которому имя Хира и так далее. Мы здесь пропустим эту историю, потому что она интереснее всего смотрится в сопоставлении с 39 главой. Достаточно лишь сказать, что искушение, против которого устоял Иосиф, оказалось сногсшибательным искушением, буквально сногсшибательным для Иуды. Хотя, если прочитать эту главу внимательно, то к концу ее Иуда что-то начинает понимать. Вот эта самая низкая точка его падения оказывается точкой, когда Бог к нему начинает что-то говорить. Еще много времени понадобится, чтобы изменить Иуду, но этот процесс уже начинается. Иосиф уходит, или Иосифа уходят из дома, но благословение Божие с Иосифом, поэтому дома начинается безобразие. А Иосифа хранит Господь и дальше. Значит, пропустим несколько глав и переходим к тому моменту в 42 главе, когда братья пойдут к Иосифу. Тут начинается тоже целая история. Сказал Иаков сновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить не уме не умереть. А десять братьев Иосифов пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. Иосиф и Вениамин, братья по крови, полностью братья по крови. Мне кажется, что Иаков что-то подозревает, но, по крайней мере, от себя своего младшенького отпускать не хочет. И пришли Иосифы купить хлеб вместе с другими пришедшими. Пока их много, Иосиф их принимает. Естественно, он сразу их узнает. Теперь, да, он это не выдает. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, как они замечательно ему представляются. Седьмой стих. И говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли. Они сказали, из земли Ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. И сказал им, вы, саглядаты, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали ему, нет, господин наш. Понимание. Рабы твои. Что только что вспомнил Иосиф? Во сне было что? Совершенно верно. Он вспоминает в тот момент, когда к нему приходят с поклоном. Он понимает, что происходит. Они представления не понимают о том, что происходит. И они исполняют на его глазах этот сон. Через много лет. Рабы твои пришли купить пищи. А теперь, внимание. Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Рабы твои не бывали саглядатыми. Вот насчет мы люди честные. Можно поспорить. Дальше они говорят еще больше. Нас, рабов твоих, двенадцать братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньшее теперь с отцом нашим. Вот я не знаю как, а конец тринадцатого стиха меня убивает. А одного не стало. Только что они говорили, мы честные люди. Теперь они говорят, а одного не стало. Значит, путь к их покаянию завершится тогда, когда они признают, что это наша вина. Это кровь на наших руках. Пока ему в лицо они говорят замечательную фразу. А одного не стало. Как это, понимаете, не сложилось. Пример, который я очень люблю приводить. Человек приходит в мастерскую, телефон еще нет. У меня телефон на столе лежал, потом упал и сломался. Значит, по-английски очень просто. I dropped my phone. Я уронил телефон. Не будут говорить. My phone was lying on the table. And then it fell down. Это глупость. Это неправильно. Значит, у меня телефон лежал и сломался. Выглядит так. Вот он лежал вот так. Потом он что-то случайно так приподнялся. Съехал с края стола, упал сам и сломался. Оно само так произошло. Я ни при чем. А братья Иосифа до какого-то момента пытаются представить жизнь как серию событий, которые с ними происходят. И вот когда это понимаешь, тогда видишь это в себе и иногда видишь это в окружающих людях. Вы видели человека, с которым постоянно что-то происходит не то. А он не виноват. Вот так получилось. Вот я вот случайно в этом месте оказался. Я сказал, случайно у меня эти слова изо рта вылетели. Нет, я даже их не сказал. Я такого не скажу. Они вылетели изо рта. Такие с крылышками. Вот это вот не стало. Это из той серии. Мы честные люди. Соглядаты им не были. Мы все дети одного человека. Значит, братья. Одного отец не пустил, а другого не стало. Сказал им Иосиф. Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядаты. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего. А вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. Если нет, я клянусь жизнью фараона, что вы соглядаты. И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день. Вот что сделайте, и останетесь живы. Ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены в темнице. Ну, наверное, в хорошей такой, но все же. А вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших, брата же вашего меньшего, приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. А теперь мы с вами можем думать, зачем он так поступил? Почему он это сделал? Чтобы ответить на все эти возникающие вопросы, смотрите на их следующие реплики. Когда они говорят между собой. Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. А теперь то, что очень часто бывает в Библии. Помните, я обратил ваше внимание на то, что они бросили брата в ров. Рувима, скорее всего, среди них не было в этот момент. И они потом делали что? Ели хлеб. И вот эта delayed detail, отложенная деталь, деталь, которая появляется в повествовании позже, но помогает вспомнить о происходящих, о ранее происходящих событиях и добавляет к ним. Мы видели страдания души, как его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Значит, в тот момент происходило что-то еще. Когда они бросали его в ров или когда они бросили его в ров. Они не просто ели хлеб. Они ели хлеб, когда брат умолял их. И Иуда ел хлеб, когда брат умолял. Тот самый, который потом скажет, дайте его продадим, он ведь брат наш. Вот вам эта история. Теперь, а как вы думаете, почему они вдруг понимают и проводят связь между событиями многолетней давности и теперешними событиями? Почему они вспоминают страдания? Кому теперь придется страдать? Кому теперь придется страдать, исходя из того, что предлагает им Иосиф? Им самим. Сначала одному, который останется. Но, возможно, и им самим. Он проводит их через аналог того, через что они в свое время провели его. Но его желание в данном случае их научить, а их желанием тогда было его извести. Вот и вся разница. Рубим отвечал ему, сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. И то, что считали нам сегодня наши сестры, оттого не знали они, что Иосиф понимает. Ибо между ними был переводчик. Это тоже замечательная ситуация, когда я думаю, что с некоторыми из вас это происходило за границей. Да или даже, может, не за границей. Когда вы говорите, допустим, здесь на иностранном языке. Или за границей говорите по-русски. И вы предполагаете, что вас никто не понимает. И вдруг выясняется, что вас отлично понимают. Только в данном случае понимают братья. Брат потерянный. Или преданный, скорее. И вот в этот момент Иосиф плачет. И отошел от них Иосиф и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними. И взял из них Симеона, связал его. Связал его. Пред глазами их. Представляете, какую силу нужно было иметь Иосифа, иметь эту моральную силу. То есть он проделывает то, что проделали с ним. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а северо их возвратить каждому в мешок их. И дать им запасов на дорогу. Подождите. Но Иосиф – самый могущественный после фараона человек в Египте. Он имеет полное право наказать своих братьев. Каким одним словом можно описать ту реакцию, которую он избирает вместо наказания? Это что? Благодать. Это благодать. И через 10 секунд продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова